А теперь я вам расскажу самое важное. Это всё было про десловие. Есть вообще два способа воспитывать ребёнка. Первый способ — ребёнок будет просто расти, как ему положено. То есть у него есть карма определённая, и в каждый момент судьбы он будет меняться в соответствии с этой кармой. Но если вы хотите, чтобы ребёнок менялся так, как вы хотите, тогда вы должны пройти в отношениях с ним следующий путь, который является крайне тяжёлым. Первое, что вы должны сделать, вы должны начать жить честно перед самим собой, начать молитву, начать жить праведной жизнью. Это вызовет в ребёнке к вам уважение. Ребёнок никогда не уважает того, кто пытается заставить себя уважать. Ребёнок уважает того, кто правильно живёт честно, кто правильно относится к родственникам, к друзьям, к детям. Кто ведёт себя благородно, тех уважают дети. Потому что у детей чистое, открытое сердце, его не обманешь. Любовь означает всего лишь передача. Вот, допустим, отец любит ребёнка, но он пьяница, ребёнок тоже будет пьяницей. Потому что через эту любовь передаётся его привычки. Любовь — это всего лишь связь. Если вы, допустим, испытываете счастье от ребёнка, это не значит, что он станет благородным от этого. Он благородным становится, если вы благородный человек. Часто мы пытаемся детей сделать благородными, но это неправильный подход к жизни в целом. Из детей ничего не сделаешь. Есть такой американский психолог Тандыба с украинской фамилией. Таких много американских психологов. И интересно, он провёл такое исследование. У неё были куклы Бурбо, что ли, как-то, уже не помню, как они назывались. В общем, идея эксперимента заключается в том, что детям показывали по телевизору определённые куклы. И эти куклы, они говорили одно, а делали другое. И дальше изучали перемены в психологии детей, в поведении детей. Знаете, какие перемены были? Дети менялись в сторону действий кукол, а не в сторону их разговора. Знаете, что это значит? Это значит, что для воспитания детей ваши слова не имеют никакого смысла. Имеет смысл только ваше поведение. Приведу пример. Например, если отец матерится на улице тайком от ребёнка, а дома не матерится, то ребёнок тоже дома не будет материться. Он будет материться только на улице. Причём интересно знать, что когда он начнёт материться, папа ему этого не показывал. Он это почувствует сам, что ему это нравится. Воспитание передаётся через вкусы к жизни. Понимаете, разум соткан из вкусов. Человека тянет туда, где ему нравится. Родители просто передают вкусы к жизни ребёнку, а дальше эти вкусы раскрывают все качества характера, которые заложены в этих вкусах. Допустим, отец любит погулять. Ребёнок об этом может не знать. Но если он любит своего отца, то когда он вырастает, он тоже начинает гулять от жены. Почему не правда? У вас есть какие-то доказательства того, что это не правда? У меня папа не такой, и что это значит? А вы любите погулять, да? А как? Ну, значит, он как-то отверг эту идею в сердце, связанную с папой. Послушайте меня внимательно. Я сейчас кое-что важное скажу. Знаете, как меняется судьба человека? Она меняется только через близкие отношения. Вот, допустим, если вас привезти в публичный дом, и у вас завяжется дружба с одной из проституток, то она вам передаст склонность этим заниматься. И вы не сможете в своём сердце этому препятствовать. Это невозможно. Потому что разум человека развивается в сторону любви всегда. Близкие отношения являются самой главной силой, меняющей жизнь человека. Поэтому веды говорят, если вы строите близкие отношения сердечные с человеком, который стремится к деградации, вы деградируете, несомненно. Но можно жить с папой и не строить с ним близкие отношения. Чувствовать что-то не то в своей жизни. Что чаще всего от нас дети и чувствуют. Знаете, как определить, могу я воспитывать ребёнка или нет? Если я ребёнку говорю что-то, а он меня не слушает, значит, я никогда не смогу ему ничего передать. Всё, что я передам, это будет чисто подсознательно. Какие у меня есть привычки, он их получит. Какие у меня нет, он их не получит. Но если я хочу что-то передать важное, ценное ребёнку, тогда надо пройти следующие этапы. Ты живу с точки зрения материального этапа. Начать вести себя так в жизни, чтобы ребёнок начал тебя уважать. Второй этап. Если ты хочешь что-то сказать ребёнку, делай это в дружеской атмосфере любви. Не в атмосфере приказа и нажима, а в атмосфере любви и взаимопонимания. И третье, что должно произойти, это поведение в отношениях. Это второй фактор. Первый фактор — ваше поведение в жизни. Второй фактор — поведение в отношениях. Часто родители вообще никогда не разговаривают по-доброму с ребёнком. Они не только в приказном доме с ним разговаривают. Это указ на их гордость. Они вообще не понимают, что этот человек десять лет назад был глубоким стариком. Вы бы стали старцем, так говорят, «иди туда, иди сюда», с мудрым старцем каким-то. Будете так разговаривать? Нет? Но этот мудрый старец, он оставляет тело и рождается в вашей семье как ребёнок. Почему вы не учитываете тот факт, что мудрость в нём заложена с прошлой жизни уже? Почему вы его считаете тупым, как баран? Только потому, что он ведёт себя так? Это ничего не значит. У детей в сердце есть очень глубокое понимание того, что происходит. Они просто объяснить себе этого не могут. И всё. Потому что объяснилка ещё не развилась. Но понимание человек получает с прошлой жизни. Ни одна подружка мамы говорила, «Олег, ты, говорит, какой-то странный. Не живи так. Зачем ты в одних трусах бегаешь зимой? Зачем ты на голове стоишь? Живи как все». Я говорю, «Мне кажется, что это правильно, как я делаю». Она говорит, «Ну ты вот, когда возрастёшь, взрослым станешь, ты поменяешь своё мнение. Я думаю, что я стал взрослым, но мнение своё я не поменял». Понимаете, о чём я говорю или нет? Не факт, что мы понимаем своих детей глубоко. И не факт, что мы всегда правы по отношению к ним. Для того, чтобы это всё стало правильным, нужно сойти с пьедестала в отношении к своим ребёнкам. Старший — это не тот, кто приказывает, а тот, кто по-доброму говорит. Тот, кто приказывает, никогда не появляется старшим. Приказание ребёнку — это всего лишь проявление бессилия. Итак, второй этап общения с ребёнком — это доброта. Надо пытаться его слушать и говорить ему. Часто родители вообще не слушают своих детей. Им неинтересно то, о чём они говорят вообще. Означает, что ребёнок вырастет тупым, как баран. Разум ребёнка развивается только в беседе. Он не развивается с помощью приказов. Приказы тупят человека, делают его автоматом, роботом. Так вторая стадия развития разума ребёнка или воспитания — это добрая беседа. Когда в этой доброй беседе вы увидите, что ребёнок начал вам доверять, никогда не разрушайте это доверие. Это не значит, что его не надо наказывать, там строго себя вести. Но если вы почувствовали, что оскорбили ребёнка своим поведением, извинитесь. Это не будет унижением. Извиниться перед ребёнком своим не унижением. Это доказательство вашего смирения. И всё. Имеет ли право родитель наказывать своего ребёнка? Обязательно. Обязательно надо наказывать. Мальчиков надо наказывать силой, а девочек — словом. Девочек никогда нельзя наказывать силой, иначе это разрушается от этого их психика. А мальчика никогда не надо наказывать словом, это бесполезно. Вы говорите, вы мальчику говорите, я тебя наказываю. Ты обещаешь, что никогда не будешь так делать? Обещаю. Что дальше будет? То же самое. Значит, не надо с ним много разговаривать. Мальчик понимает только поступки. Девочка понимает только слова. Если вы ничего не говоря её поставили в угол, это очень унизительно по отношению девушки и девочки. Ей надо сказать сначала, почему вы её наказываете, объяснить всё, а потом повести в угол. Но девочку можно наказывать решением свободы или молчанием с ней. Но её не надо наказывать физически, не надо бить девочку никогда. И также не надо грубо её брать, ну то есть не надо грубо вообще вести себя с ней. Это разрушает её психику. Однако же, если вы будете слишком долго мальчику всё объяснять, он вас не будет уважать. Я часто в детстве не хотел ложиться спать. У меня папа пришёл с армии, когда мне было три года. Я его первый раз увидел, когда было три года у него. И мама как не могла меня уложить, она меня уговаривала, а я не ложился спать. Да, он пришёл, он посмотрел на меня и говорит, ты знаешь, что такое ремень? Я говорю, не знаю. Говорит, мне показалось, он снял с себя ремень, такой солдатский ремень. Говорит, видишь вот эта пляжка? Когда дети не ложатся спать, папа их бьёт по попе. И показал по кровати, стукнул как? Он говорит, я уже ложусь. Я сразу всё понял. Да? Матери не надо наказывать сына. С помощью вашей психической силы. У женщины психической силы в 6 раз больше, чем у мужчины. Вы можете... У вас есть энергия любви, с помощью которой вы можете её давать или не давать. И у вас есть этот механизм внутри заложен. Например, если муж ведёт себя плохо, вы с ним не разговариваете. Что тогда происходит? Начинает бегать вокруг вас, вилять хвостом, пытаться как вас как-то вывести из этого состояния. Так ведь или нет? А если с сыном, я? То же самое. Вы просто игнорировать начинаете ребёнка. Он также пользуется вашей энергией любви. И если он начинает... Если он делает вид, что ему ничего не надо, ждите. Придёт время, и он начнёт подлизываться к вам. И тогда вы покажите ему ещё какое-то время свою строгость. А потом, когда он станет искренне, говорит, мама, прости меня, пожалуйста. Я, наверное, вот из-за этого ты так себя ведёшь. Я неправильно себя вёл. И вы надо ему сказать, что, сынок, я с тобой не смогу справиться. Ты мужчина. У нас нет отца. Вот. Но если ты хочешь быть мужчиной настоящим, ты должен уважать мать и слушать её мнение. призывать его к ответственности. Понимаете, да? Помните стихотворение Никасова «Мужичок с ноготок»? Семья-то большая, но два человека всего мужиков-то. Отец мой, да я. Пять лет всего. Мужчину надо воспитывать всегда как мужчину с самого детства. На него ответственность возлагает женщина всегда. Мужчину женщина возлагает ответственность. Если нет отца, значит, тогда вы его взываете к совести мужчины. А если есть отец, и наказываете его молчанием и лишением свободы. Можете его запереть в комнате, допустим. Или, ну, не надо бить. Если женщина бьёт мальчика, то он становится садистом. Потом вырастает. Он будет мучить женщин насилой, как насиловать их, понимаете, по-разному. Он будет бороться, сражаться с женской природой всю жизнь. Взывайте его к совести, наказывайте молчанием и объясняйте ему, что он должен быть мужчиной, вести себя как мужчина. Два годика ребёнок не развит ещё. Можно его шлёпать по попе маме, можно его ограждать от чего-то. То есть она в это время с ним ведёт себя как с девочкой, так с мальчиком. Разницы нет. Но девочку лучше вообще никогда по попе не шлёпать. А ты садил я как-то маленький мальчик? Максимум до пяти лет. Давайте сейчас вопросы закончим. Пока спокойно. Не слабьтесь. Движемся дальше. Итак, смотрите, интересный момент, что если вы находитесь на втором этапе и просто по-доброму разговариваете с ребёнком, то ошибки, которые были до этого, постепенно таят. Сначала ребёнок вас боится и не слушается. Он делает вид, что слушает, но сердце его не раскрывается к вам. Он всё делает механически. Но если вы постепенно привыкнете с ним разговаривать по-доброму, то в какой-то момент он откроется и начнёт вам с вами делать то же самое. В это время его разум начинает включаться, он начинает работать. И потом надо просто всегда за правило взять для себя, что доброта ваша к ребёнку является основой, а строгость стоит на втором месте. Допустим, вы решили его наказать, сначала успокойте себя, приведите в порядок, пускай вы на следующий день его накажете. А потом уже после этого, когда вы успокоились, скажите ему строго ваши важные слова. К этому времени вы уже поймёте, что надо говорить, что не надо, а может вообще не надо. Потому что гнев это вообще не способ общаться. Но если вы разгневались, сказали строгие слова, извинитесь за это. И потом начните опять как надо. Следующее. А? И для... Как? Для мужчин и для женщин. Да, я говорю для боя. Что для мужчин, для женщин. Дальше смотрите, следующий момент, следующий этап отношений с ребёнком, это говорить ему о важных вещах. Когда вы увидели, что он начал слушать вас, в те моменты, когда между вами нет конфликта, когда между вами добрые отношения, говорите ему что-то важное в жизни. И смотрите, как он реагирует. Если он вас слушает, тот очень внимательный, задаёт вопросы, значит, его разум работает, развивается. И уже можно переходить на четвёртый этап. А четвёртый этап заключается в том, что вы говорите с ним в те моменты, когда касается дела не просто простых обычных ситуаций в жизни, отвлечённых от него, а это касается также его привычек и взглядов. Например, он решил пойти в отвор, где курят наркотики с ребятами. Вы должны его посадить напротив себя. У него есть сильное желание туда пойти, так действует его судьба. Вы должны ему сказать, сынок, этого не нужно делать. Если ты всё-таки захочешь туда пойти, мне придётся тебя наказать и применить силу. И он говорит, папа, я всё равно пойду. И тогда вы его запираете в комнате, говорит, пока ты не передумаешь, я тебя не отпущу. Видите, четвёртый этап уже означает воспитание. А до этого просто знакомство было. Просто отношения, которые вызывают у ребёнка доверие. Наказывать словами, поступками можно только того человека, который тебе доверяет. И есть три этапа развития разума ребёнка. Смотрите, слушать. Слушаться послушник. Чувствуете разницу? Слушать означает, что он уже открыл ушки по отношению к вам. А ушки открыть можно только к тому человеку, которому ты благодарен. Благодарность является единственной силой, открывающей уши. То есть, если ребёнок вам не благодарен в жизни, вы ведёте с ним эгоистично себя, то есть, вы отстаиваете свои интересы, свои мнения, вы не чувствуете его как личность, не хотите понять, не общаетесь с ним, а только выжимаете из него то, что вам надо. Учись на пятёрке, веди себя правильно, делай то, телевизор выключай, это не смотри, это не слушай. Нет, 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 нет. Это означает, что сердечко ребёнка будет заперто всё, оно не будет работать, разум его не будет развиваться, он будет тупеть от таких отношений. Если вы что-то забрали у ребёнка, дайте ему что-то другое, похожее на это. Например, вы не пускаете его на улицу, запишите в секцию, чтобы он получал движение там, где надо, а не там, где не надо. Если вы не можете записать его в секцию, тогда организуйте ему игру с каким-то хорошим ребёнком, познакомьте его с хорошим человеком, дайте ему возможность с ним дружить. Но если вы запретили ему совсем дружить, тогда это означает отупение. Ребёнок чувствует, что ему надо в жизни, его туда тянет, так он развивается. Он хочет рисовать, дайте ему возможность рисовать, когда есть время. Но если вы совсем запретили ему рисовать, значит он будет тупеть. не надо думать, что если он сейчас хочет рисовать, значит он художником станет. Профессиональные навыки у ребёнка начинают развиваться только после 12 лет. Вот после 12 лет что ребёнку хочется, это сильно повлияет на его деятельность. А до 12 лет он просто развивается. Вот он хочет бороться, это его развитие, не значит самбистом будет. Если он хочет до 12 лет рисовать, не значит он будет художником. Это не просто развивается, это его развитие идёт, понимаете? Давайте ему возможность развиваться, если он порисовал, больше не хочет, не надо его третировать этим. Дайте ему то, что он теперь хочет опять делать, следующее что-то и так далее. Но самое главное заключается в том, что воспитывать ребёнка большинству из нас невозможно, невозможно. Причина заключается в том, что ребёнок не слушает, даже не слушает. Не то, что не слышит, не слушает, а не слышит вообще, не слышит. И причина почему он не слышит – насилие. Разум не работает в сфере насилия, он работает только в сфере доброты. Доброта должно быть основой отношений с ребёнком. А насилие только после доброты санкционировано. Если вы по-доброму что-то сказали, он и сделал, дальше с добротой насилие. Это санкционированная вещь. Но если вы с ним не установили отношения, хотя бы слушать, послушать, послушать, послушание, послушник, он даже не слушает часто вас, понимаете, просто не слушает. Как же он сможет понять? Когда человек слушает, информация начинает идти в разум, но ещё не доходит в разум. Когда она дойдёт до разума? Только в том случае, когда он начинает слушаться. слушаться означает верить вам как человеку. Верить человеку можно тогда, когда он ведёт себя как человек. Если ребёнок начал вам верить как человеку, он начинает слушаться. Слушаться означает, что информация без насилия заходит в разум и там формируется. Потом из разума идёт сердце. Это означает послушник. Послушник это тот, кто верит вам настолько, что он беспрекословно слышит вас и всегда делать так, как вы хотите. Это очень высокий уровень духовного развития вас и вашего ребёнка. Так бывает в жизни очень редко. В основном, если родители хотя бы добились, что ребёнок слушается, это уже большая победа. Слушается не значит, что он из страха делает то, что вы сказали. Слушается означает, что он слышит вас и понимает вас. и своим собственным выбором принимает решение так делать. А до пяти лет это бессмысленно, до пяти лет только любовь. До пяти лет нет смысла наказывать ребёнка, его надо отводить от проблемы. Его надо переводить его внимание на что-то другое. собачка хочет покушать отраву, что вы делаете? И она просто лезет туда к этой отраве, что надо сделать? Надо дать ему другую пищу собачки, которая не отрава, и он туда полезет. Что, а он лезет, потому что ему надо кушать просто, и всё. Так, а ребёнок куда-то лезет, потому что ему это надо, можно заменить это на то, что-то другое, ему это будет надо. В этом нет обмана. Если ребёнок хочет пробовать на зуб какашки, зачем ему нужно это? Это ему не поможет. Надо дать на зуб попробовать что-то другое. Ребёнок изучает мир маленький с помощью чувства вкуса. С помощью чувства вкуса это самое примитивное чувство человека, которое развивает человека эмоционально. Сначала ребёнок развивается на эмоциональном уровне, поэтому ему нужно, чтобы развивать эмоции, ему нужно всё почувствовать на вкус. Если вы хотите, чтобы он понял, кто вы такая, дайте ему возможность вас пожевать немножко. Он поймёт, что вы за человек. Это его уровень понимания вещей. Он всё на вкус, понимаете, понимает. Так же собака. Поэтому говорится, что животные, как дети, они тоже всё чувствуют, понимают, но у них очень слабо развитый разум. Дети, они вот маленькие дети на этом уровне находятся. И поэтому какой смысл их наказывать? Вы можете сердцем им объяснять, это хорошо, это плохо, и на уровне подсознания дети это будут понимать. Но не на уровне сознания. А так как на уровне подсознания через какой-то момент, если ему что-то хочется, он опять вопреки тому, что хорошо будет это делать. Но есть разная природа у мальчика и у девочки. Знаете, чем она отличается? Девочка ищет гармонию везде, и поэтому ей надо просто всё объяснять, что это вот так, это вот и с помощью любви ей показывать, в чём хорошо, в чём преимущество. Так как девочка ищет гармонию, поэтому она сразу будет соглашаться на гармонию. Но мальчик это совсем другое. Мальчик не ищет гармонию, он учится только на ошибках. Поэтому объяснять мальчику, что это хорошо, что это плохо, бесполезно. Мальчик может только понять с помощью практики. Ему надо обязательно попробовать. И поэтому особенно мальчики, которые сильно склонны изучать этот мир, они в детстве ведут себя абсолютно, но они являются озорниками. То есть они делают то, что нельзя делать, чтобы понять, что из этого получится. И это природа мужчины такая. Вот допустим, как женщины слушают мои лекции. Сейчас покажу. Они вот так слушают. они вступают в гармонию и все всасывают сюда. Женщины так слушают. Теперь как слушают мужчины? Они слушают вот так. изъяны недостатки. Изъянов мало, они думают, можно послушать, нет проблем. Сразу возникает вопрос, а кто лучше, женщина или мужчина? это опасное заблуждение. Да, и мужчины, женщины хорошие, только у них по-разному идет развитие в жизни. Мужчины учатся через отрицательный опыт, женщины через положительный. Вот и все. В этом только одна разница. Но так как мужчины учатся через отрицательный опыт, поэтому мужчины становятся с возрастом большими экспертами в той сфере, которая неизвестна. А так как женщины учатся через положительный опыт, поэтому они становятся экспертами большими в той сфере, которая известна. Поэтому женщине нужны обязательные инструкции, шаблоны. Она все это выучивает, становится виртуозом в этой области. Но когда что-то новое, для нее это просто кипение мозгов. Ей очень трудно там действовать в сфере нового, и надо это, чтобы кто-то объяснил. А мужчине очень трудно действовать в сфере известного. Помните мультфильм про Буратину? Малина учила, вот это так, вот это так, Буратина такой, аааа. И ему надо было что-то другое, что неизвестно. Он куда-то лез там, где неизвестно. Мужчины, они поэтому становятся для семьи кем? А плотом. Потому что в жизни семьи много неизвестного. И женщина, она ищет прибежище в мужчине, потому что она знает, что этот человек, там, где опасность неизвестная, он защитит. Понятно, почему мужчина так развивается? Чтобы стать разумным человеком. Разумность означает нахождение решения там, где непонятное решение. Женщина тоже разумный человек. Она эксперт. без женщины невозможно жить. Например, воспитывать детей лучше всего женщине, потому что она точно передаст то, что знает. Но чтобы учить жизни детей, должен это делать мужчина уже. Он ему передаст ребенку то, что ему придется знать. Не то, что надо знать, а то, что придется знать. Например, как научить ребенка плавать? Девочке надо преподнести урок плавания сначала, рассказать все теоретически, потом ее помочь ей, чтобы она плавала. Когда она увидит, что она умеет, она легко научится плавать. Как мальчика надо учить плавать? Надо бросить воду просто. Несколько раз наклебается, и у него захочет появиться желание научиться плавать. Блин, я не хочу больше клебать. Даже сразу не научится, но он потом будет лазить, барахтаться, пытаться плавать и научится в конечном счете. Точно так же, как женщина правильно научится плавать. Но через свой вот этот опыт поражения. Ему надо пройти этот опыт поражения мальчику. По этой причине женщины могут мальчика научить только тому, что они сами знают. Но они не могут научиться быть мужчиной. Понимаете? Женщины никогда не могут научить мальчика просто научить его какому-то знанию, дать ему какое-то знание. Но научить быть его мужчиной невозможно женщине. Для этого нужен мужчина. Потому что мужчина как будет с ним обращаться? Так же как и мальчик будет с мужчиной обращаться. Вот мальчик подвигает к маме ее вот так в ногу бьет нет? Подходит к маме ведет себя старается смиренно слушает ее понимаете с любовью. А как мальчик к папе подбегает он подбегает в ногу ему. Это называется мужская любовь. Понимаете о чем я говорю или нет? Там другие отношения совсем. Они разные. Да 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 все нам надо объявление сейчас. Я конечно первое делаю объявление которое мне более выгодно но вообще как бы это объявление это мое сердце. Весной из Казани на фестивале благость который проводится в Анапе было почти столько же людей сколько из Москвы. Поднимите руку кто из вас был на этом фестивале? Здесь есть кто-то? Один? всего так мало все разбежались вам понравилось? Вот две руки знаете это необыкновенное мероприятие я не могу вам передать словами то что там происходит там вы получаете столько любви столько глубины столько счастья и я тоже каждый раз которые невозможно передать слова две недели то есть вы приезжаете в Анапу этот фестиваль будет 24 сентября по 8 октября целые две недели вы приезжаете в Анапу и что там получается там получается то что с утра вы рано встаете занимаетесь медитацией йогой цигун танцами молитвой то есть учитесь всему что нужно для работы над собой потом идут лекции они перемешиваются чередуются с физическими какими-то мероприятиями ваши дети точно то же самое с ними происходит только по детски параллельно идет детский фестиваль они учатся йоге медитации купаться там они всему учатся то чему надо ребенку учиться причем групповой такой дружеской обстановке игры вечером проходит удивительный концерт на котором поют авторские песни нравственные мои друзья они ставят профессиональнейший высококласс высококлассные спектакли которые пробивают до слез там происходит такое чудо что когда люди уезжают они не хотят уезжать плачут люди даже не добегают до моря часто поэтому мы сняли пансионат в котором бассейн после людей часто люди они кусав купаются в бассейне параллельно слушают лекции потому что колонки выведены на улицу или загорают и слушают лекции атмосфера чистоты мы нашли удивительных поваров которые сосредоточены с молитвой готовятся получается такая пища которую невозможно забыть настолько вкусная что люди просто не могут оторваться от нее такая реклама фестиваля благости наш фестиваль обычно приезжает по 600-700 человек путевки кончаются за месяц если вы решили заранее позаботьтесь об этом просто на прошлый фестиваль те кто подали заявки в апреле было уже поздно давайте раньше чем конец августа иначе вы не успеете просто а? в летние каникулы нельзя потому что у вас денег не хватит мы берем пансионат тогда когда дешево наши путевки они настолько доступны что если бы у нас не было никаких лекций и просто было питание и проживание столы было столько же понимаете ну то есть мы такое время находим чтобы вы могли все это получить не сильно напрягаясь финансово кроме того на этом фестивале проходит также подбор камней люди часто хотят получить опыт отношения камней цепочек этих чтобы получить защиту психическую почувствовать как это работает там тоже можно это сделать там проходит куча консультаций всяких тренингов и так далее очень объемное мероприятие такое на все вкусы и желания вы знаете очень важно вам заполнить анкеты которые вам раздали если вы хотите узнать когда приезжают я и мои друзья и вы никогда не узнаете если вы не заполните анкеты вам об этом будут сообщать по телефону там или по интернету что вы оставите какие свои контакты мне нравится делать объявления потому что они все очень хорошие следующее объявление есть необычная организация которую возглавляет необычный человек этого человека зовут Жданов Владимир Георгиевич он мой близкий друг соратник тоже приедет в сентябре на фестиваль благость своей женой этот человек он очень высокое положение занимает он вхож в Госдуму и он делает очень важный проект в нашей стране этот проект называется общее дело проект означает борьба за народную трезвость он борется с пьянством и очень успешно десятки тысяч людей уже бросили пить благодаря его борьбе и страна выбрала курс на отрезвение нации благодаря его действиям поступкам и так же много и по курению тоже он делает полезного сейчас много законов по алкоголизму курению как бы у нас потребление спиртного начало сокращаться в стране постепенно последние несколько лет но до этого нация просто спивалась статистика 2-3 года назад 40% взрослого мужского населения погибала в трудоспособном возрасте от алкоголя 40% представьте это же ужасно и у нас рождаемость была ниже чем смертность это значит что нация вымирала из-за алкоголизма когда Горбучий Горбачев которую все так ругают сильно сделал сухой закон в стране знаете что произошло в нашей стране нас рождаемость стала такой же и даже выше чем в странах Чунгачанга где дети рождаются пачками понимаете то есть это буквально за несколько лет наша страна по рождаемости вышла в десятку самых первых стран мира а потом когда ввели опять потребление спиртного то по мере роста потребления спиртного снижалась рождаемость и эти факты всем известны а сейчас в последнее время у нас умирает больше чем рождается на 200 тысяч человек в год это значит что небольшой городочек типа Ярославль вымирает за год в стране это благодаря пьянству происходит теперь как вы можете помочь нашей стране очень просто вам надо просто подойти вот к столику общее дело после лекции если у вас есть национальная совесть подойдите к столику общее дело просто предложите чем я могу помочь не обязательно для этого давать какие-то деньги можно например предложить организовать лекции вашей организации или можно просто взять диск его размножить и подарить своим знакомым кто-то из них просит пить сто процентов это работает потому что Ажданов такие лекции читает что это пробивает всех невозможно быть безучастным к его лекциям люди бросают кто послушал лекции из вас бросил пить поднимите вон пожалуйста смотрите сколько это реально работает поэтому пожалуйста помогайте это массовое мощнейшее движение оно в свое время было благословено президентом страны Медведевым и духовник Путина отец Тихон также благословил Жданова на это деятельность понятно это национальный проект отчет за проделанную работу за за год провели проведено 10 профилактических занятий школа 3 родительских собрания 3 занятия в вузах лекция для педагогов кураторов антинаркотического проекта СМС дети 3 мероприятия для работников МЧС и призывников службы вооруженной силы Российской Федерации на всех указанных предприятиях за это время присутствовало 1080 человек на мероприятиях было продано 252 диска и 122 журнала видите это движение только набирает силу пожалуйста помогайте им чтобы эти цифры были в 10 раз больше когда я приеду встречу а за май это не за год это за один месяц всего я извиняюсь неправильно предоставил информацию мне надо расстрелять это важный проект это за один месяц все произошло представлять 1088 человек участвовало на мероприятиях есть еще одна организация которая получила государственную поддержку в Казани я точно не знаю кто награждал и как это организация благотворительный фонд пищи жизни то есть кормятся нищие бездомные люди то есть идет кормление пищей людей вот ну то есть цель это улучшить качество жизни вот низших слоев пропаганда культуры милосердия в обществе подарите людям любовь то есть забота дает надежду дайте людям шанс наше будущее программа ориентирована студентов с низким уровнем поддержки для бездомных людей для детей в сирот в домах приютах люди кормят этих людей моя гарантия что они вас не обманут если вы дадите им средства они используют их по назначению это стопроцентный факт это моя гарантия лично значит хочу также дать рекламу моих друзей это Олег Казакбаев он прочитает лекции тренинги 27 28 29 июня освобождение от обид вся информация в зале и Гадецкий Олег Гадецкий это профессиональный высокого класса психолог кандидат психологических наук он прочитает лекции законы гармонии успеха 8 10 августа вот такие вот объявления еще важное объявление у нас существует здесь Центр физической культуры Ананта который проводит все эти мероприятия и в том числе вот это который я приехал по их приглашению вот и есть еще клуб благость если вы не знаете как развиваться духовно где общаться то есть такой клуб благость и эта информация тоже есть в фойе вы можете подойти к ним и предложить что я хочу участвовать в вашем общении что такое клуб благость вы приходите обсуждаете мои лекции пьете чай беседуете друг с другом дружитесь и так далее и там создается ваша новая семья в которой вы будете помогать друг другу работу найти выйти замуж и так далее если вам не с кем дружить вот вам пожалуйста клуб благости кто из вас ходит в клуб благости поднимите руку вот уже есть несколько человек приходите итак движемся вперед вы тему отношений с детьми поняли что если вы стремитесь что-то объяснить доказать ребенку это бесполезно дети пока не примут вас своим сердцем они не будут меняться и не будут вас слушаться потому что это процесс работы разума а не просто насилие над ребенком понятная система да если человек правильно сам не живет ребенка вы правильно жить не научите это бесполезное занятие ребенок перенимает только то что вы делаете теперь следующая тема воспитания детей это тема мне надо подключить компьютер кто-то помогите подойдите я без питания работаю кто-то может из организатора сделать там сумочка стоит подключить понимать это слушайте меня это очень важно смотрите то есть ребенок да там кармашки ребенок не может быть тем что вы хотите он может быть только тем на что он создан попытайтесь это усвоить очень глубоко и на что он создан вы еще заранее не знаете давайте четыре типа людей опишем подробнее дети которые должны стать учеными у них есть определенный стиль поведения эти дети обычно не склонны к пышным ярким играм они обычно очень задумчивые неактивные физически очень сильно активны интеллектуально то есть они стараются все понять много вопросов задают как что и как зачем эти дети стараются во всем разобраться в жизни есть два качества которые они проявляют с детства это правдивость и стремление к самосовершенствованию если ребенок проявляет эти качества это значит он в первой категории есть одно качество которое надо помогать ребенку искоренить из этой категории это гордость своими познаниями ребенок такой с детства уже считает что он все знает почему потому что он с прошлой жизни много чего знает это знание не проявляется еще в нем а гордость проявляется ее надо научиться вывести из этого состояние гордости с помощью бесед общения знаний и так далее тогда он разобьется как человек первой категории квалифицированный дети первой категории не склонны к насилию они не будут защищать себя в драке скорее наоборот они будут проявлять терпение эти дети они не любят каких-то игр в которых проявляется активность детское насилие они любят различные кружки в которых они что-то изучают познают если этот ребенок не сильно физически силен то не надо из него делать атлета у него психика не работает в этом направлении скорее ему хочется изучить что-то понять это его природа такая картинка нарисовалась следующая картинка это ребенок который будет кем-то управлять в жизни если ребенок ребенок это всегда оплом всегда эгоизм то есть эгоизм означает благочестие с прошлой жизни оплом или мина самоуважения на лице ребенка указывает на его природу вот смотрите допустим у ребенка оплом всезнающего он такой смотрит все знает это значит он первый категорий второй оплом это оплом власти если вы видите маленького ребенка и он смотрит на вас как начальник это значит что он второй категорий он такой у него свое мнение на все есть когда второй категории то он проявляет два качества основные первое он хочет покровительствовать всем и все даже с детства вступают под его защиту он объединяет вокруг себя людей становится вокруг них начальником то есть он ходит всех командует если дети ему подчиняются они с ними не подчиняются они его враги он будет с ними воевать то есть дети с этой категории очень любят драться им хлебом не кормить надо бороться драться совершать проявлять насилие наказывать кого-то дети этой категории приносят много беспокойства окружающим людям потому что они постоянно находятся в состоянии войны им нужно побеждать всегда да конечно точно так же просто до 5 лет нет отличий мальчики и девочки они все ведутся одинаково девочки становятся девочкой им позже девочка до 5 лет к вот этой категории может побить мальчика спокойно без проблем так ему влепить что он отлетит будет барахнуться причем знайте что чаще всего девочки рождаются из мужского тела и до 5 лет девочка до конца не понимает что она девочка вот смотрите если девочка рождает сразу нежная такая ласковая это значит в прошлой жизни она была женщиной ей несложно как бы развиваться как женщина но часто бывает наоборот девочка рождается и она ведет себя как мальчик она со всеми делется бегает быстрее мальчиков там смелая очень отважная в ней как бы нет проблем это значит что она в прошлой жизни была мальчиком мужчиной и только после 5 лет она начинает осознавать что она в женском теле понимаете а к 17 годам уже не узнаешь что девочку которая была такая боевая она всего боится нежная такая ласковая и так далее она вживается в женское тело уже понятно да система и так дети этой категории они склонны защищать и наказывать это два проявления основные их поведения дети этой категории имеют склонность искать правду то есть они неправдивые а они ищут правду поступках и событиях люди они очень отважные в своем сердце у них отважное сердце сильное сердце если дети первой категории имеют крупкое сердце нежное сердце отзывчивое то дети второй категории отважная храбрая сильное непреклонная их очень трудно свернуть с толку то есть если у них есть какое-то понимание вещей очень трудно доказать что это не так они будут отстаивать только свое всегда. И даже если вы их поставите на место, они по-своему все равно потом сделают. И только если вы докажете, что вы сильнее их, они тогда сдадутся. И будут вас уважать как более сильного. Но потом опять займут позицию старшего со временем. Субтитры создавал DimaTorzok